Не только я, но и все члены нашей партии обижены на партию коммунистов, в первую очередь на Владимира Николаевича Воронина, на Марки Евгеньевича Качука, как идеолога этой партии, за то, что они подписали социал-демократами соглашение осенью прошлого года и взяли на себя обязательства вместе с нами принудить парламент к проведению референдума за Таможенный Союз. Безусловно, что мы все обижены. Но, начиная с осени, когда нас партия коммунистов подвела, мы не подвергали партию коммунистов жесткой критике. И весною, когда у меня была беседа с Владимиром Николаевичем Воронином, и когда я ему сказал, что я не согласен с той тактикой, которая применяется партией коммунистов в парламенте, а именно в начале с демократической партией отправить Филата в оставку, а потом с Филатом сепаратно за спинами партнеров, за спинами общественности вести сепаратные переговоры о переформатировании власти. Ведь Владимир Воронин говорил о том, что он не отправляет Влада Филата, потому что он коррупционер, потому что он контрабандист, потому что в рамках озвученных, обнародованных телефонных переговоров выяснилось, что он еще занимается контрабандой спирта. А в последующем партия коммунистов, самая крупная оппозиционная, самая крупная партия вообще в Молдове, реабилитировала Влада Филата вместе с либерал-демократами, принято решение, что его отправили в оставку не за коррупционные деяния, а по политическим мотивам. То есть я был категорически не согласен с этим фактом, но, к сожалению, мы только партнеры были, и я не мог влиять на эти политические процессы. Наша критика началась в первую очередь после того, когда мы узнали о том, что председатель комиссии по расследованию преступлений Банка для экономии, господин Рейтман, предложил парламенту три варианта, как решить проблемы в Банке для экономии. И почему-то все решения этих проблем были связаны только с тем, что, первое, сделать эмиссию акций. Что значит эмиссия акций? Это все учредители должны сложиться по деньгам, сложить немножко денег больше и увеличить, условно говоря, капитал банка. И второе предложение, что при эмиссии допускается снижение доли государства до 33%. Что значит снижается доля государства? Государство имело 56%, снижаем долю до 33%, то есть государство полностью теряет контроль в банке. И самое главное, что все депутаты парламента, все депутаты партии коммунистов проголосовали за постановление парламента, которое дало фактически разрешение правительству провести эту акцию. И когда этой осенью партия коммунистов в каких-то целях начала разбираться с этим всем, все, кто были приглашены из правительства в парламент, показали документы и всенародно заявили о том, что именно по инициативе партии коммунистов, именно при голосовании партии коммунистов и стало возможным отчуждение доли государства банки экономии. То есть мы понимаем, что за спинами коммунистов кто-то решил о том, что нужно оказать услугу частным лицам и передать банк в частные руки, кто-то, безусловно, заработал на этом денег, а потом из этого устраивается, кто-то использовал всю фракцию для того, чтобы это произошло, а потом устраивает политическое шоу, что мы здесь ни при чем. То есть как можно дальше не критиковать партию коммунистов, если они были соучастниками этого преступления? И безусловно, что мы начали подвергать критике, тем более, что в ноябре прошлого года они подписали документ о совместных акциях за таможенный союз Евразес, обманули нас, а здесь начали вместе с Альянсом принимать решения, которые противоречат интересам государства. А уже когда мы выяснили о том, что партия коммунистов не проводит реальную оранжевую революцию, а только участвует в очередном проекте с Филата по переформатированию власти, вы же помните, они с Филатом даже проголосовали закон о повышении порога избирательного. Это о чем речь идет? То есть они не заинтересованы, чтобы какие-либо партии вообще пришли в парламент, чтобы с ними считаться. То есть они с Филатом еще весной договорились о двое власти, что партия коммунистов и Филат должны в последующем контролировать власть. То есть это очень объективная критика. И при этом, если мы говорим о конструктивизме в отношениях, если мы подвергаем критике партию коммунистов, пожалуйста, партия коммунистов пусть выдвигает какие-то аргументы. Но партия коммунистов не выдвигает аргументы против нашей критики, а только говорит о том, что мы якобы выступаем против интересов государства, против интересов народа. Мы не сатирит партии коммунистов, мы самостоятельная партия, мы имеем право на критику. И не собираемся уступать. Если мы партнеры, мы должны, будучи партнерами, должны сдерживать свои слова. И если мы даже являемся партнерами, это не исключает, что мы можем критиковать друг друга. А какой смысл тогда быть в разных партиях, если мы не критикуем друг друга? А разве внутри партии коммунистов не должно быть внутренней критики действий одного члена партии или другого? То есть это вообще не серьезный разговор, когда мы говорим о демократии и говорим о том, что лидеру другой партии нельзя критиковать или партнера, или конкурента, или, может быть, врага молдавской государственности. То есть здесь нет никаких личных мотивов. И я вас уверяю, что у нас в партии нет эмоций. У нас всегда позиция партии, которую я озвучиваю, согласуется между членами партии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!